Спасибо. 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 День добрый, дорогие друзья. Сегодня мы слушаем замечательную музыку польского гения Фридерика Шупена. И начала я сегодняшнюю нашу встречу с двух сочинений «Мазурки ми минор». Это написано уже «Зрелый период творчества», «Драматической мазурки ми минор» и «Полонеза оп. 26 до 10 минор», который написан «Мазурки ми минор». который написан в раннем периоде творчества. Если мы говорим о двух гениях Польши, польской культуры, Фредерике Шупене и Адаме Мацкевич, вот это сочетание не случайно. Ведь оба поляка, оба выросли на родной почве, оба очень любили народную культуру. Они прониклись своим творчеством, они прониклись народными напивами, легендами, балладами. И оба ценили высоко, ценили достижения родного польского мелоса. Интонации, грубоинтонационные у них поразительно богат, потому как богата культура Польши. И оба соотечественника, оба они любили, были настоящими патриотами, любили свою землю. И так оказалось, что оба жили на чужбине. Фредерик Шупен в основном большую часть жизни прожил в Париже. А Мацкевич в разных странах был, в Германии, в Австрии, в Италии, в Париже тоже. Вот знаменательно, что они встретились именно в Париже. Не случайно Париж всегда притягивал умы и таланты многих стран мира. Именно в Париже многие настоящие художники встречались. И если вспомним детство, то родился Фредерик Шупен в местечке под Варшавой. Железовая воля, так называлось это местечко. Есть легенда существует, что когда рождался Фредерик Шупен, то под окнами играли бродячие музыканты. Это был как бы знак, вестник того, что здесь будет ждать Польшу большое открытие. Здесь родился гениальный поэт, поэт фотопиано, гениальный поэт музыки. И Мицкевич родился в современной, на земле современной Белоруссии. Тогда это была Белоруссия, соединенная с Литвой. И все это принадлежало, ну знаете, России. И вот всю любовь, которую пронес всю жизнь к своей земле Адам Мицкевич, конечно, это все было поэзией в этих замечательных страницах. Примечательно, что молодой, юный Фредерик Шупен восемь лет вышел на концертную эстраду. С восьми лет он начал концертировать. А по окончании Варшавской консерватории, когда было Фредерико девятнадцать лет, он приехал на первые гастроли в Вену. Кстати, в Вене все тоже начинали, великие музыканты, все начинали свои гастроли в Вене. И потом уже по многим странам мира его гастрольные турне были. В пятнадцать лет очень интересный факт. Я вот недавно вычитала, я, пожалуй, только в одном месте. Я много смотрела из биографической сведени о Фредерике Шупен, но каждый раз обновляешь, каждый раз смотришь и ищешь что-то новое. И вот я не знала этот факт. Например, для меня это было открытие, что в пятнадцать лет Фредерик Шупен находился в России, и царь, русский царь Александр I даровал Фредерику Шупену драгоценный перстень за его уникальную фортепиано-исполнительское искусство, за его игру. Вспоминая жизнь Фредерика Шупену очень трудную, потому что в Париже он давал множество концертов в салонах. Он был очень любим, как музыкант, его приглашали все. Но он вынужден был, он очень скромно жил, и вынужден был давать уроки. И вот он пишет, что где-то, это было уже начиная с двадцатилетнего возраста, параллельное гастрольное турне, концертное деятельность достаточно нужное, и уроки, которые он давал в семьях. И вот эти уроки отнимали у него массу времени. Вот он пишет, как жаль, я столько времени трачу, каждый день, почти каждый день, с двенадцати до шести я даю уроки. А вот до двенадцати он имел время писать музыку, играть. После шести он имел время на корректуры своего произведения, чтобы издавать. Но вот вы можете себе представить, какая насыщенная, непомерная, трудная жизнь была у Фредерика Шопена. А как выглядел? Вот такое описание дают свидетели, увидев Шопена, как он выглядел? Вот вы можете себе представить, что это был человек не очень высокого роста, такими золотисто-каштановыми волосами, серо-глубыми глазами и удлиненным лицом. Но ведь никогда нельзя было назвать как бы его красивым, как пишут очевидцы. Но ни один человек не мог пройти мимо. Потому что это была такая впечатляющая внешность, что все останавливались и смотрели вслед, даже на улицах. Вот так он выделялся. Эти глаза, этот облик уточенный, одевался очень скромно, но большим вкусом. Так пишут о нем «Современники». Вот вы обратите внимание на ваших программках. В конце там есть два портрета. Есть портрет Фредерика Шопена и портрет Адама Мицкевича. Они очень разные. Но заметьте, впервые они встретились в Париже. Это было то время, когда в Париже собирались салоны, где Адам Мицкевич, он был достаточно известный уже поэт, он читал свои стихи, Фредерику Шопен играл свои произведения, и не только свои, но и классику. Он очень любил Моцарта и Петховена. Он играл очень много разной музыки, кроме того, что он сам писал. И вот впервые они встретились в салоне. А потом Фредерик Шопен напишет на стихи Адама Мицкевича очень много песен. И это будет уже совместное творчество. Но вспоминается один очень интересный случай. Адам Мицкевич обожал музыку Фредерика Шопена. Надо сказать, что Мицкевич прошел такой трудный путь. И будучи горячим патриотом, он, как я сказала, находился все время в разных уголках разных стран, но чаще всего в Париже. И вот как-то рассказывают, однажды он сидел в салоне и слушал музыку и игру Фредерика Шопена. Вбежал слуга и сказал, что пожар. Все, конечно, кинулись тушить пожар. Пожар был затушен мгновенно. А Мицкевича никто не обнаружил. Стали искать по всему дому. Они могли обнаружить Мицкевича. Наконец, кто-то догадался заглянуть в салон, где только недавно играл Фредерик Шопен. И там сидел Мицкевич. Спокойно себе сидел и как бы продолжал слушание музыки Шопена. Он действительно очень любил музыку. Потому что действительно, надо сказать, что музыка Шопена, она поразительна в смысле тонкости духа. Она поразительна интонационной своей свежестью. Вот и сейчас мы слушаем Шопена, ведь написана эта музыка очень давно. А как она волнует душу? Вместе с тем, это не просто салонная музыка, которую писала масса композиторов в те годы. Это музыка глубокого, что самое главное, глубокого смысла и содержания. И недаром, скажем, Шуман говорил, он когда впервые услышал и познакомился с музыкой Шопена, он сказал, шапкой долой перед вами гений. Потому что действительно каждая мазурка, каждая скерца, будь то или фантазия, или вальсы, это откровение. Это совершенно уникальная музыкальная субстанция, которая дает человеку очень многое. Ведь смотрите, музыку Шопена практически играет каждый концертирующий музыкант во всем мире. Потому что и она одна из самых исполняемых. Находят они очень многое внутреннего содержания. А тот же Шуман сказал, что музыка Шопена – это как бы пушки, прикрытые цветами. Потому что действительно она очень взрывчатая, она очень драматургически цельная, она необыкновенно драматического смысла высокого музыки. Поскольку жизнь Шопена была очень трудна и тяжела. Но вместе с тем это красота, это уникальная красота, которую дарит Шопен каждому, кто его слушает. Я хочу сейчас, чтобы вы послушали стихи Адама Мицкевича и музыку. Но музыка – это было даже не Шопена, это посвящение Шопену. Мы знаем, что Адам Мицкевич много и посвящение делал, например, Шопену то же самое. И Адам Мицкевич писал массу произведений. У него поэмы, стихи. Поэма «Пан Тадеуш», она вдохновила Шопена на многие крупные формы, на очень интересные произведения. А «Кондрат Валенрод» – это одна из тех поэм, которые считаются национальной польской литературой высокого класса. И каждый поляк знает и с гордостью говорит о Мицкевиче. Но у него есть замечательные еще и крымские сонеты. Вот крымские сонеты – это особые стихи, это стихи, напоенные ароматами Крыма, их горь, этого региона. Он очень любил возвращаться в Крым, Адам Мицкевич, и вот после этого возникает его поэзия по Крыме, «Крымские сонеты». И я назвала свой цикл небольшой «Крымские сонеты», а я просто «Венок сонетов», потому что он в форме венка писал. И сейчас будут звучать две части из этого цикла, но и будут стихи Мицкевича. Итак, «Венок сонетов». ПОДПИСМЕНТР EssMAN У�ю ПОДПИСМЕНТР ДИСКИЕТ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Звучит музыка Весь сердцу подают цветов живые соки Благоухающей мелодии немой Пусть подо мною край Целящий от печали Безбрежная лазурь над головой моей Кругом красавицы Однако все сильней влекусь я в дальний край И в дни минувших дай Взойдя на аюдак и опершись о скалы Я созерцать люблю стремительный набег Волл расходившихся и серебристый снег, что окаймляет их гремящие обвалы Они как чутичь, как чутичь рак с отвагой небывалой, свирепым приступом берут кремнистый брег Но вдруг, как будто кто дорогу им пресек, бегут назад, меча нам жетчук и кораллы Не так ли и тебя, о молодой поэт Порой вергает страсть, мятежное волненье Но лиру поднял ты, и словно бы в ответ Страсть убегает прочь в пустую мглу забвенья Стихами дивными свой устилая свет Из них тебе витки сплетают поколение Стихами дивными свой устилая свет 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 Пианистов учился у больших мастеров, у великих мастеров. Таким был до исполнения музыки Фредерико Шампена, не только Шампена, конечно, но особенно Шампена из Грябина, Генри Кустович Негаус. Вот сейчас маленький фрагмент второй части первого фортепианового концерта Шампена, который он написал в юности. Ему было 17 лет, и он миру подарил свой дивный первый фортепиановый концерт. КОНЕЦ 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 Играет музыка 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Там скука, там обман и бред В том совести, в том смысла нет Настел различные велики И устояла старина И старым бредит новизна Как женщину наставил книги И полку с пыльной их семьей Задернул траурной тофтой Условий света свергнул бремя Как он отстав от суеты И с ним подружился я в то время Мне нравились его черты Мечта, мне вольная преданность Неподражательная странность И резкий охлажденный ум Я был озлоблен, умрю Игру страстей мы знали, какого Томила жизнь обоих нас В обоих сердцах жар угас В обоих ожидало злоба Слепой фортуны людей На самом утре наших дней Кто жил и мыслил Тот не может в душе Не презирать людей Кто чувствовал того тревожек Призрак невозвратимых дней Тому ж нет очарования Того змея воспоминания Того чай не грызет Все это часто придает Большую прелесть разговору Сперва Дегина язык меня смущал Но я привык к его язвительному спору И шутки жетчу пополам И злости мрачных играм Как часто летнюю порою Когда прозрачное светло Ночное небо над негою И вот веселое стекло Не отражает ли гидианы Воспомня прежних лет романы Воспомня прежнюю любовь Чувствительным, беспечным нот Дыханием ночи благосклонной Безмолвно убивались мы Как в лес зеленый из тюрьмы Перенесен колонник сонный Так уносились мы мечтой К началу жизни молодой С душою полной сожаленья И опершился на гранит Стоял задумчиво Евгений Как описал себя Бит Все было тихо Лишь ночные перекликались часовые Да дрожек отдаленный стук Смельенный раздавался вдруг Лишь нотка еслами махая Плыла по древнющей реке И нас пленяли вдалеке Рожок и песнь удалая Но слаще средь ночных собав Напев торговатовых октав Патриотические волны О Брента нет, увижу вас И вдохновением снова полный Услышу ваш волшебный глаз Он свят для внуков Аполлона По гордой лирии Альпиона Он мне знаком, он мне родной На чьей талии золотой Я некой наслажусь на воле С веницинкою молодой То коврливой, то немой Плывя в таинственной гандоле С ней обретут уста мои Язык Петрарка любви Придет ли час моей свободы Пора, пора, вздеваю к ней Брожу над морем, жду погоды Маню витрила кораблей Подрезай пуй с волнами споря По вольному распутью море Когда ж начну я вольный век Пора покинуть скучный брег Мне неприязненной стихии И светь полуденных зелей Под небом Африки моей Вздыхать по сумрачной России Где я страдал, где я любил Где сердце я похоронил АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я нарушно иду не чесанный с головой Как керосиновая лампа на плечах Ваших душ безлиственную осень Мне нравится в потемках освещать Мне нравится, когда каменья брани Летят в меня, как град рыгающей грозы Я только крепче жму тогда руками Моих волос качнувшийся пузырь Как хорошо, когда мне вспоминать Заросший пруд и хриплый стон ольхи Что где-то у меня живут отец и мать Которым наплевать на все мои стихи Которым дорог я, как поле И как плоть, как дождик, что весной Взрыхляет зеленя Они бы вилами пришли вас заколоть За каждый крик ваш Брошенный в меня АПЛОДИСМЕНТЫ Диссину Испович Хулиганов АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, артист Андрей Гетман АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А теперь еще одна премьера Так сложилось, что у меня целый цикл Есть романтические послания Разным композиторам Но, конечно же, Фредерик Шопен Один из любимых моих композиторов И вот совсем недавно Буквально три дня назад Я закончила романтическое послание Фредерику Шопена для Рогеали Вот сейчас вам я его исполню АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, конечно же, музыку Шопена надо слушать и слушать. И вот сегодня у нас еще один гость, я хочу вам представить его. Сейчас мы будем слушать с Керца Шопена ми-мажор. И как-то Бальзак, слушая Листа, и Шопена сказал такую очень интересную фразу. Нельзя определить Листа, не слушая Шопена. Венгерец – сущий демон, а поляк – ангел. И вот мы послушаем сейчас Керца. Может быть, оно, это уже последний период творчества, а прожил Фредерик, к сожалению, очень мало, 39 лет всего. Огромное, оставив наследие, это и два фортепиано-концерта, это блестящий полонезный фортепиано с оркестром, это 68 мазурок, полонезов, фантазия, 4 скерца, 4 баллаты, ноктюрны, вальсы. То есть всего наследие не перечесть, потому что это самые припроценные страницы польской народной музыки, потому что это именно польская музыка, а более того, это и мировая, достижение мировой культуры. Конечно же, вот вспоминая вот это скерца, можно сказать, что, наверное, какие-то вот эти неясные очертания, каких-то теней, прошлых легенд, может быть, проходят перед взором слушателя. Оно такое полуфантастичное, это скерца, и очень замечательная музыка, потому что играя его, музыкант каждый раз находит что-то новое. Каждый раз, вслушиваясь Шопена, ты можешь находить большие размышления по поводу языка шопеновского. Сам Шопен играл замечательно, вот рассказывают в салонах, что это было полное откровение, все обожали игру Шопена, потому что это было замечательное душе, выразительнейший звук и очень сильная такая драматургия внутренняя во всех произведениях Шопена. Я вам хочу представить лауреата международных конкурсов. Будет играть четвертая скерца Фредерика Шопена Денис Чефанов. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 ВОНЦ КОНЕЦ КОНЦ КОНЕЦ КОНЕЦ Аплодисменты. У Эдзи Васильевны, пожалуйста, есть абонементы на два, на три, даже на одно лицо. Пожалуйста, перерыв. Участники фестиваля, пожалуйста, подойдите на сцену ко мне. 34 сезон работы нашего клуба искусств. И, как по традиции, у нас сегодня маленький весенний фестиваль. Члены клуба, которые ходят к нам, они дарят вам свое искусство уже. И вот мы сегодня приготовились вас немножечко порадовать. И начинать фестиваль. Школа номер 63. Ансамбль русских народных инструментов. Руководитель, художественный руководитель ансамбля. Ларина Галина Васильевна. А мы сегодня услышим два произведения. В исполнении ансамбля. Евгений Дербенко. Древнему городу, Великому Устюгу. Посвящается. Первое. И Хачатуряна Сиренада. Из музыки и комедии Лобо де Веге. Валентианская вдова. Пожалуйста. Добро пожаловать. Играет музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok